Волейбольный клуб «Заречья» Одинцова провел традиционную встречу с болельщиками. Команда предстала в обновленном составе в новом сезоне. Ряды «Зареченок» пополнили пять игроков. Пресс-конференции предшествовала открытой тренировкой команды, руководил которой наставник «Заречья Одинцова» Вадим Панков. Добрый день, уважаемые друзья. Добрый день, уважаемые болельщики. Позвольте я сидя пожелаю всем нам в этом сезоне побед. Я хочу пожелать нашим дорогим, мною любимым девочкам, каждой из вас уверенности. Почему? Потому что я, как молодой руководитель, знаю, что уверенность – это 80% победы. Дорогие мои, будьте уверены в себе, и у вас обязательно все получится. Обязательно. Вы просто у меня самые лучшие. Вы достойны, как никто, этой победы. Я хочу поблагодарить нашего дорогого Вадима Анатольевича за то, что он с нами, и я уверена, что будет продолжать свой карьерный путь только вместе с «Заречием». Я благодарю вас, всех мои дорогие, за то, что вы нашли время и пришли на эту замечательную презентацию. Я всегда рада видеть вас на трибуне, и всегда каждому из вас в сердце очень и очень благодарна. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. И я надеюсь, что наш клуб с вами будет только развиваться и набирать обороты. Всем добрый вечер. Рад видеть родные лица, знакомые. Жизнь продолжается, поэтому мы начинаем новый сезон. Наши, конечно, пожелания, чтобы у вас было больше, как можно больше, чтобы вы болели за нас. Но я прекрасно понимаю, что количество у вас зависит от нашего качества, от нашей игры. То есть, если мы плохо играем, вы отворачиваетесь и уходите, и наоборот приходите. Поэтому приглашайте своих близких, своих родных. Но я знаю, что есть люди, которые никогда не отказываются от заречья. Поэтому вам большое спасибо. И то, что мы вместе, это очень радостно. Мы, в конце концов, играем для вас. Перейдем к делу. Значит, в этом году количество команд увеличилось. Добавилась команда «Локомотив» Калининград. Наконец-то у нас 12-го команды. Домичанка из Минска. То есть, у нас такой более открытый чемпионат с подключением белорусской команды. Это отрадно. То есть, мы играем уже на уровне международном. В прошлом году мы заняли пятое место. Вы видели прекрасно. Мы здесь все-таки обыграли «Протон». Это была ключевая игра. Мы обыграли их чемпионате. И обыграли здесь. Поэтому нам хватило очков. Обыграв, конечно, Соколин и Ленинградку, нам хватило очков. И мы заняли пятое место. Но, к сожалению, нас не допустили до международных клубков. Поэтому, да, тут вопрос однозначно поставлен в Федерации КВ. Мы должники. Надо платить или не допускать. Но мы решаем этот вопрос. И я думаю, что в конце концов наше дело доиграть. Дело верхов или верхах решать вопрос именно допуска или не допуска. Конечно, нам хочется играть в кубки, так как это международный опыт. Это необходимо. И это необходимо для роста самых игроков. То есть, играть внутри – это одно. Играть два чемпионата, или два чемпионата кубок – это разные вещи. К сожалению, мы сейчас проиграли буквально три дня назад полуфинал Кубка России. Поэтому мы в кубке уже не участвуем. Но, тем не менее, мы думаем о хорошем. Мы ставим задачи также попадания до минимума в кубки. Если получится, это будет здорово. Наша задача – обыгрывать сильнейшие команды, то есть лучшие команды. Мы в том году, если вы помните, сыграли только 2-3 здесь, звена Москвы. То есть, мы никого из фаворитов не обыграли. Но, тем не менее, мы в этом году ставим эти задачи для того, чтобы для себя мы все-таки самоутверждались. И не просто пробовали играть, а именно уже побеждали. Это очень важно. Вы сами понимаете. Мы тренируемся очень много, мы играем. Но если мы не будем расти, именно расти в победах, то провадает смысл. В этом году, нет, Катя Панкова не будет играть, дочь моя. Но, тем не менее, мы пригласили Ольгу Ефимову и Наташу Непомничьих, двух опытных связующих, которые, конечно, помогут. Нам только сейчас нужно время для взаимодействия. Не все еще готово. Но, тем не менее, я надеюсь, что девочки справятся с нами. Сами понимают, что от связующих зависит полдела, а то и больше. То есть, как они будут распоряжаться мячами, которые будут доводиться или не доводиться. Мы Сашу Аганезову перевели в Череповес, дали ей возможность играть в высшей лиге А. И думаем, что там она, конечно, сыграет больше 40 игр. Подрасти вот к нам пришло Женя Баянина, лидера, я думаю, опытная и позитивная, самая главная, девушка, которая нам тоже поможет. И мы добавили, пригласили Ольгу Бирюкову, игрока сборной России, нашему нападающему. И Ксения Смирнова, это Ксения, мы в том году играли чемпионат мира Мексики. Ксения Смирнова, чемпионат мира, тоже перспективная наша, как говорится, западающая. Поэтому вот это те, кто влились в главный коллектив. А все остальные у нас остались, это и 98-й год, и чуть старше. Но, тем не менее, команда молодая, команда молодая. Наш капитан Лера Викторович Рога неизменный, я думаю, что на многие годы будет команда с нами. Играть, играть, да. Так что по задачам, по задачам, я еще раз напоминаю, желательно, конечно, хорошо, все мы это желаем, и вы желаете. Да, я знаю, что вы бываете критично, но это правильно, абсолютно правильно. Если мы плохо играем, то, конечно, это некрасиво и для вас интересно. Поэтому мы постараемся. То есть мы обещаем вам стараться, постараться самое главное. Но остальное все. То, что ситуация выправилась, да, благодаря нашему директору Анну Анатольевну, это да. Она не супер, но, тем не менее, она в стабильной ситуации. Поэтому, да, мы остаемся здесь, начиная, все здесь, начиная с меня и заканчивая игроками нашими. Поэтому нам надо только удачу, нам больше надо удачи, чтобы мы, как говорится, вот ловили его, не знаю, за хвост, за голову. Поэтому нам нужна удача, чтобы больше побеждали. По всем игрокам, значит, ну, у нас все оставшиеся, это Таня Веринская, член сборной национальной команды. Кристина Корносова тоже была в сборной, ездила и была в подготовке. В Лиге национальных участвовала, это те, кто, как говорится, остался. Маша Воробьева, наши тоже, наши надежды, я считаю, тоже наши надежды. Вика Руссу, которая тоже, как говорится, растет не подняем по часам, осталось только ее увидеть, где она будет. Центральный, конечно, Валера Гончарова, Анна Мельникова, Ильзавета Котова, то есть все, в принципе, на месте. Все в порядке, я думаю, что нам нужно сейчас именно много работать, много тренироваться и это все, как бы, воплощать в победу. Тренеры наши все остались, Александр Гроссинников, мой помощник, сейчас не присутствует. Александр Гусев, Николай Харимишу, тренер по диспортаховки. АПЛОДИСМЕНТЫ И наше руководство Сергея Гранкина. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, помогает нам. И Кобрин, наши с молодежной командой, и Безруков Андрей Алексеевич работает с нашими детьми. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, недавно прочитал, что у нас будет, да, теперь площадка эвенционная, где у нас будут проходить семинары для тренеров. Очень отрадно. И спасибо, Анна Анатольевна, что вы двигаетесь и не стоите на месте. И, как говорится, наш регион, да, Альцовский, подмосковный, поднимайте, да, сообщайте с федерацией, связывайтесь с федерацией, с Алифтом. Я думаю, что здесь надо это дело продолжать и сделать это нашу базу, как говорится, общую для национальных и сборных команд, молодежных и национальных, когда все получится. У меня вопрос к Игорю Евгеньевичу на Луну. Игорь Евгеньевич, если вы знаете, из Краб у нас вышел в высшую лейку, и сейчас мы представляем Альцовский волейбом для чемпионата России. Но также до 2016 года у нас вышел в высшую лейку, у нас вышел в фармкоманда «Искра-2». Вот хотелось бы в связи с этим задать вопрос, а будет ли у вас создана эта фармкоманда, альтернативная? Спасибо. Скорее всего, этот вопрос не только ко мне, наверное, генеральному директору. Будет ли создана фармкоманда? За речи есть фармкоманда? Обращайтесь, мы обязательно рассмотрим и примем это решение. Обращайтесь к нам в клуб. Да, вы можете обратиться к нам в клуб. У нас есть представитель из Центра спортивной подготовки. Виталий Калак, вы знаете, примите ручку. У нее можно взять контакты и обращаться к нам в клуб с предложением. Мы рассмотрим, обязательно вам ответим. Спасибо. Я хотел бы пожелания нашим девушкам. Девушкам, пожалуйста, берегите себя. Я понимаю, что нужно напрягаться с нас от ключей, но берегите себя с его здоровьем, берегите себя от травм. Больше не прошло вас. И если вопрос о психологической устойчивости, работайте на это. Больше не прошло вас. Потому что иногда видно, в случае даже авторной игры, склад, подъем. То есть учиться, вы всегда в высоте ситуации, всегда стремитесь к максимуму в каждом розыгрыше, в каждой партии. Тогда, когда вы видите, что вы стараетесь, вы знаете, поднимается настроение, поднимаются эмоции. И тогда у нас тоже желание обмануть, а у вас вбориться больше. Ну и, ваше вопрос. Просто у нас тут вопросов по финансированию. Как вы просто хотят относиться к прошлому году? Или финансирование у вас в лучшем стиле? Или осталось в недавнейшем уровне? Что касается финансирования по отношению к прошлому году, оно у нас увеличилось. Ждем не бюджетные средства, которые, надеюсь, скоро нам поступят. И финансирование из бюджета также увеличилось. И я хочу вас спросить, как вам удается? Прежде животные, ротации команды, у нас много меняется. Не один большой животный, а чуть-чуть не половина команды, а пять человек меняет. Как вам удается сохранять все-таки хорошую пользу игры? Чтобы мы не выпадали, как цена 10-13, ведь это очень много значит. И, конечно, я думаю, что девочки, которые у нас сейчас играют в команде, в дальнейшем будут играть в пользу Алиси под вашим руководством. Сдавайте вам успехов и удачи. К нам приходят лучшие молодые девушки, которые у нас просили. Поэтому мы с огромной надежды тренируем и живем все вместе. То, что они проявятся, будут там на самом пике, на самом верху. Поэтому мы, конечно, желаем, чтобы они как можно быстрее, но в каждом свое время, понимаете, поэтому, да, кто-то быстрее всех, как бы приняли, кто-то с трубиней, и шар на шар, покажем вам, конечно. Наши задачи, чтобы девочки понимали и вам, кстати, правильность, которые мы каждый день, которые вам нужно постараться, на каждой причине, на каждой неделе, где-то точно. Поэтому вам такое правильное, что это говорит. Насколько их учили, а сейчас давайте жить в цене. Кто-то останавливается, кто-то берет, но в нашей девочке. Мы, кому я, дисциплинирую, мы работаем, у нас все еще один, потому что Александр Иванович, и все время, конечно, очень мотивируют наших девушек. Зависимо от финансирования. То есть у нас здесь самое главное – дети, мы же прекрасно понимаем, что они на том, как в ходу, где находятся, чтобы улучшить, что заслоны, не новость реагирования, а куда-то тренироваться, и куда-то наши старшие люди. У нас прекрасное взаимоотношение именно там внутри. Вот я сейчас из страны приехал, смотрю на них, но они, конечно, не раздумывали, не раздумывали. Поэтому я желаю всем нам, конечно, расти, как в ходу. Спасибо вам. По окончании пресс-конференции болельщики могли получить автограф любимого игрока, сделать фото и просто пообщаться. Первый домашний матч Заречья Одинцова проведет 17 ноября с командой «Динамо Краснодар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова